Шеф-повар, Максим Григорьев. Креп и Ватель. Креп и Ватель названы, скорее всего, в честь Франсуа Вателя. Ну, то есть, он, конечно, был не единственным знаменитым французом, носившим такую фамилию. И если совсем уж точно, он был швейцарцем, просто именно во Франции фрице Карл Ватель жил, работал, приобрел славу и умер, после чего приобрел еще большую славу. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Желтки куриные 1 штука. Ликер амарето 5 мл. Масло сливочное 35 г. Молоко 16 5 мл. Мука пшеничная 80 г. Сахар 25 г. Сахарная пудра 1 столовая ложка. Сметана 70 г. Соль 0,5 щепоток. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Кроме тех ингредиентов по списку, которые никаких вопросов вызывать не должны, уточню два вещи. Первое, 1 яичный желток, это не 0,5 яйца, а именно, 1 яичный желток. То есть, если будете делать в двух раза большее количество теста, то там нужно брать два яйца и два желтка. Ликер мороскин, это вишневый дистиллят с миндальной ноткой, крепостью около 30 градусов, популярная в Европе отдушка для выпечки. Думаю, его можно заменить амарето или любым другим крепким алкоголем, которым вам нравится ароматизировать, кондитерские изделия. Шаг 2. Растапливаем масло и даем ему остыть. Шаг 3. Муку просеиваем. Шаг 4. Всыпаем к муке сахар и соль. Шаг 5. Поштучно вмешиваем в муку яйца и желтки. Шаг 6. Подмешиваем жидкое масло. Шаг 7. Постепенно вмешиваем сметану и молоко. Получившуюся жидкую смесь оставляем в покое на 2 часа. Шаг 8. Перед выпеканием ароматизируем тесто для крепов мороскиным. Шаг 9. Крепы, по крайней мере, на жаровне для крепов, выпекаются без масла. Думаю, на тефлоновой сковороде это тоже должно получиться. У крепов в отеле очень жидкое тесто, и их делают тонкими. Когда края крепа коричневают, его можно начинать отделять от жаровни и переворачивать. Температурный режим лучше выбрать чуть тепленький, при такой толщине крепы легко перегорают, особенно по краям. Шаг 10. Как видите, готовые изделия получаются весьма дырчатые и пузырчатые. Шаг 11. Сразу после снятия со сковороды, крепы в отеле следует сложить вчетверо. У них очень хрупкие края, пока крепы горячие, складывать легко, а будучи холодными, они начинают ломаться. Шаг 12. Крепы в отеле принято сервировать с сахарной пудрой. Честно скажу, мне было сладковато, но попробовать, попробовала, а вы уж сами для себя решайте. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.